Убережим лезем. Произвольную программу представляет Ричард Дорхошинс, в странах штаты Америки. Вы знаете, Ричард Дорхошинс, вы знаете, что в Америке. Дорхошинс у нас без четверных планирует, да? Без четверных, да. Но он, так же, как и его соотечественник, кто там у нас чемпионат США, так же, как и Рос Майнер, очень хорошо выступил именно в произвольной на чемпионате США. Он выиграл произвольную программу, потому что у него нет четверных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Он стаял, он стаял. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 В финале юниорского гран-при очень большие баллы получил Ричард Торнбуш за произвольную программу 148.8, ему арбитры поставили, и последний у него был 219.56. С этой суммой он сейчас может выбраться на второе место вслед за Жубером. Учитывая, что он в короткой программе получил сопоставимые баллы с декабрем 2010-го, если сейчас сумеет набрать 149 или чуть больше, тогда будет вторым за Жубером, но и установит личный рекорд. Ричард Торнбуш получает за произвольную программу 151 баллов. Да, да, очень много. Прилучно. Ричард Торнбуш получает 151. Это лучший результат не только в Сизоме, но и его личный рекорд. По сумме он набирает 222.42. Он действительно второй вслед за Жубером. Он закрылся с чередутомㅋㅋ, cualquier музей. Спасибо за просмотр!